Ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За последние шесть лет в Волгограде проведено в нормативное состояние свыше 350 объектов городской дорожной инфраструктуры и полностью восстановлено покрытие на площади свыше 4 миллионов квадратных метров. В 2021 году планируется провести комплексное восстановление еще 40 дорог и продолжит строительство новых проездов. Один из будущих объектов, признанный очагом аварийности, на ремонт которого также будут выделены деньги по нацпроекту, это перекресток улицы Землячки и проезда дорожников. Проект на этот объект подготовлен. Вместо Т-образного перекрестка тут будет кольцевое движение. Поворот с проезда дорожников направо будет дополнительно расширена еще одна полоса с возможностью ухода на третью продольную, что позволит и разгрузить данный перекресток. Круговое движение уберет светофорные объекты, чтобы быстрее двигался транспорт и в том числе тут будет произведен также и ремонт дорожного покрытия. Это поручение было дано еще в прошлом году губернатором Андреем Ивановичем, также главой города Виталием Викторовичем. Планируется начать ремонтные работы, как только позволят погодные условия и на путепроводе по улице Менделеева. Здесь проведут полную замену защитного бетонного слоя и арматурной сетки, произведут укладку нового дорожного покрытия. Город подходить начал к тому, что инфраструктура должна быть для всех, не только для автомобилистов, не только для пешеходов, а она должна учитывать, наверное, мнение каждого жителей, чтобы ему было удобно и передвигаться, и для общественного транспорта. И эти задачи успешно в последнее время начали воплощаться. Очень приятно то, что сегодня администрация и дорожники в первую очередь смотрят на те места, на те перекрестки, на те улицы, которые указывают им водители и жители города Героя. У каждого жителя на обороге есть свой депутат, депутат Волгоградской городской думы, и соответствующий запрос можно на его имя отправить на сайт Волгоградской городской думы и получить квалифицированный ответ. И опять же, в свою очередь, депутат передаст эти пожелания в соответствующую структуру. Жалобы на состояние дорог также принимает Департамент городского хозяйства. Все пожелания жителей сводятся в один список и ранжируются по степени значимости для города. Касаемо Жукова, у нас в этом году также в программу БКД внесено и подготовлен проект на первую часть. Это от Рокоссовского до Каспийской, извините, до трамвайных путей. Также у нас были тоже жалобы по верхней части. Улица, конечно, тоже очень загружена, там очень большое количество грузового транспорта ездит. Были вопросы, почему идет разрушение, но у нас проблемы две. Это загруженность дорог. Очень много водителей, которые не соблюдают грузовой режим, да, превышение грузоподъемности машин, повышается нагрузка на дороге. Ну и в том числе, конечно же, это погоноклиматические условия. На все ремонтные работы, выполняемые в рамках реконструкции уличной дорожной сети, действует четырехлетняя гарантия. Поэтому, если в течение этого срока на восстановленном покрытии появятся дефекты, то подрядные организации обязаны устранить их за счет собственных средств. Татьяна Кричкова, Марина Романова, Вадим Шабанов, телеканал Волгоград-1, Волгоградская правда.